Большие российско-французские переговоры, самые масштабные за несколько лет, сегодня проходят под Парижем. В знаменитый двортовый комплекс Версаль Владимир Путин прибыл по приглашению своего нового коллеги Мануэля Макрона. Диалог на вашем уровне ведут в неформальной обстановке, но темы самые разные. Активизация двустороннего сотрудничества, торговли, инвестиции, а еще кризисы в Сирии и на Украине. Подробности узнаем у нашего корреспондента Натальи Юрьевой. Она выходит в прямой эфир из Версаля. Наталья, здравствуйте. Что известно о ходе переговоров к этой минуте? Здравствуйте. Сейчас, в эти минуты, Владимир Путин и Эммануэль Макрон выходят к прессе. Они должны провести итоговую пресс-конференцию, во время которой расскажут о результатах их первых переговоров. Они длились дольше запланированного, задержка была более чем на час. Сначала лидеры пообщались тет-а-тет, затем во время рабочего завтрака к ним присоединились члены делегаций. Зал для встречи с прессой выбрали один из самых патриотичных во всем Версале. Галерея батальной живописи. По всему ее периметру картины, рассказывающие о победах французской армии. И вот такая интересная деталь. Все это время под потолком летает ласточка, которая, как говорится, символ весны. И это, конечно, главный вопрос дня. Удастся ли растопить лед в двусторонних отношениях? О том, как начинались эти переговоры, обо всех деталях и что еще сегодня в планах у Владимира Путина в материале моего коллеги Антона Верницкого. Дипломатические приемы в Версале в наши дни большая редкость. Обычно все происходит в Париже, в Елисейском дворце. Достаточно сказать, что предыдущий президент Франции Алант лишь однажды провел здесь переговоры, пригласив на них лидеров Германии, Италии и Испании. Вот почему вокруг решения Эммунеля Макрона, который вступил в должность президента чуть больше двух недель назад, провести встречу с Владимиром Путиным именно в Версальском замке так много разговоров. Ведь это не просто памятник искусства, а место, где происходило множество событий, появлявших на мировую историю. Здесь была окончательно провозглашена Французская республика. Здесь Великобритания признала независимость США. Есть даже недописанная картина о тех переговорах. Британская делегация отказалась позировать вместе с Беджамином Франклином тем, что сейчас на 100-долларовой банкноте. И, наконец, здесь же был подписан Версальский мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. Иммуэль Макрон пригласил Владимира Путина в Версаль во время первого же их телефонного разговора, после того, как вступил в должность президента, предложив не только провести здесь встречу, но и совместно отметить 300-летие поездки Петра Первого во Францию. Именно с нее в 1717 году берут начало официальные дипломатические отношения между нашими странами. И вот встреча во дворце. Пристальное внимание у всех к рукопожатию лидеров. Дело в том, что на прошлой неделе Макрон встречался с Дональдом Трампом в Бельгии. И все заметили, что президенты США и Франции жали друг другу руки так, что побелели костяшки пальцев. А Трамп попытался освободить руку первым. Позже в интервью Макрон объяснил, что же это было. Маё рукопожатие с ним не невинно. Это момент истины. Необходимо было показать, что хватит делать уступки, даже символические. Ничего подобного во время встречи с Владимиром Путиным не произошло. Беседуя, лидеры направились на первые свои официальные переговоры один на один. А позже на рабочий завтрак. Здесь же, в Версальском дворце. Повара Макрон Владимира Путину представил лично. По итогам сегодняшнего общения изначально не планировалось подписание никаких документов. Это, как объяснили нам в российской делегации, по сути, знакомство президентов. На фоне ухудшившихся после введения против нашей страны санкций отношений. Что же касается обсуждаемых тем, то это двусторонние связи, кризис на Украине и в Сирии. И сегодня же президенты откроют выставку государственного эрмитажа. В Версале с Петербурга впервые привезли уникальные экспонаты. Пётр первый 300 лет назад провёл во Франции больше двух месяцев. Причём все его перемещения по Парижу скрупулёзно записывались. Вот он отказался ночевать в шикарных апартаментах в Лувре и поселился в гостиницу. Затем посетил мануфактуру, монетный двор. Государственный эрмитаж привёз на выставку Версаль подлинный костюм Петра, в котором он и приехал тогда сюда. Костюм по французской моде и подлинные башмаки Петра. Единственное отличие от французского кафтана заключается в том, что у Петра на его костюмах есть вот эти отложенные воротники, которых не было при французском дворе. Впрочем, нам опровергают один из мифов о том, что Петергоф — копия Версаля. На самом деле Пётр I копировал Марли, ныне разрушенную резиденцию французских королей. Тот самый подлинный карандаш, которым Пётр зарисовывал 300 лет назад местные красоты, на выставке один из главных экспонатов. И сегодня же Владимир Путин посетит российский духовно-культурный центр. Он был открыт на набережной Бранли в конце октября прошлого года. Но предыдущий президент Франции сначала пригласил на открытие Владимира Путина, затем публично стал сомневаться в целесообразности этого визита, а потом и вовсе предельно сократил программу. Тогда это поведение французские журналисты назвали новым уровнем политической нелепости и самоубийством Алланда. А Россия, отказавшись от сокращенного варианта визита, выразила готовность к диалогу в ближайшем будущем с новым президентом Франции, которым совсем недавно и стал Эммануэль Макрон. Итак, в эти минуты в Версале проходит пресс-конференция Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Президент Франции на правах хозяина выступает на пресс-конференции первым. Он сейчас поблагодарил Владимира Путина за визит во Францию. Но журналисты подсчитали, что переговоры президентов продолжались в порядка трех часов. Какие еще будут сделаны заявления в ходе этой совместной пресс-конференции, узнаем скоро. К этой теме мы еще будем возвращаться. И вновь переносимся в Версале, где завершились переговоры на высшем уровне президентов России и Франции. Они вышли к журналистам и, как сказал Владимир Путин, на большое внимание уделили двусторонним отношениям. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Количество студентов из России во Франции должно учиться, и из Франции в России изучать историю, культуру, языки народов наших стран. Вот я заметил, что в окружении господина президента немало людей со знанием русского языка. Я надеюсь, что они не специалисты по Советскому Союзу, а специалисты по России в широком смысле этого слова, имея в виду язык и культуру, историю нашей страны. И это настраивает на позитивный лад. Надеюсь, что у нас здесь будет больше сторонников, людей, которые лучше нас понимают, чувствуют и с которыми можно будет предметно обсуждать вещи, представляющие для нас взаимный интерес. Вот на выставке, которую мы сейчас пойдём смотреть, представлены ценнейшие экспонаты из государственного Эрмитажа, связанные с поездкой Петра I во Францию в 1717 году, о чём я уже говорил, поездкой, которая, как сказал господин президент, стала важнейшей вехой в истории российско-французских отношений, причём на долгие годы определившей их дружеский характер. Действительно, мы говорили и по ключевым вопросам сегодняшнего дня, по двусторонней повестке, как я уже сказал, по экономике, по культурным связям, говорили и о украинском кризисе, говорили о возможностях урегулирования сирийской проблемы. Мы, разумеется, не обошли вниманием и такую сложную и очень опасную, на мой взгляд, ситуацию, как ситуацию с ядерной проблемой на Северном, в Северной Корее и с северокорейской ракетной программой. Мы полны решимости искать совместные решения всем этим проблемам, разумеется, таким образом, чтобы они не ухудшали ситуацию, а только улучшали её. Мы сошлись во мнении, что важнейшая задача сегодняшнего дня, наша общая задача является борьба с терроризмом. Господин президент предложил создать некую рабочую группу, обменяться делегациями, которые могли бы посетить и Москву, и Париж, и в практическом плане, я хочу это подчеркнуть, в практическом плане наладить взаимодействие по борьбе с террористической угрозой, которая, безусловно, является чрезвычайно опасной как для нас, так и для европейских стран, включая Францию. Что касается сирийской проблематики, то наша позиция хорошо известна, я ещё раз изложил её господину президенту. Она заключается в том, что невозможно бороться с террористической угрозой, разрушая государственность в странах, которые и без того страдают от внутренних проблем и противоречий. Но уверен, что можно совместными усилиями, объединяя усилия в борьбе с террором, добиться позитивных результатов. Но, повторяю, добиться их можно только в том случае, если мы эти усилия будем объединять действительно, на практике, вместе противодействуя этой чуме XX и XXI века. Я хочу поблагодарить господин... Итак, я напомню, что это пресс-конференция президентов России и Франции Владимира Путина и Монали Макрон. Она продолжается в Версале, и этой теме в информационных выпусках Первого канала ещё будет уделено большого внимания этим вечером. Продолжение следует...